здравствуйте дорогие друзья в эфире программа главная охота и я ее ведущий валерий кузенков давайте сегодня поговорим об охотовическом образовании о подготовке специалистов для охотничьего хозяйства это огромная проблема для россии для этого пригласил в студию двух преподавателей сейчас они представятся вот они непосредственно занимаются охотовическим образованием это логинов олег николаевич и ковалевский вячеслав георгиевич здрасте олег взрослал ну ты слава быть и расставались в силе с олег николаевич можно поймете что давайте по простому задача наша раскрыть проблему а хтоическое образование как я сказал что же такое потому что действительно парадокс огромный до всему охотничьему хозяйству россии нужны специалисты без этого никуда ребята молодые не могут найти работу не могут пройти практику не могут получить должного образования вот вы представьтесь олег вот вы у нас это бывший сходнинский техникум да вот но если так сказать предысторию то учебное заведение было создано в 1943 году как московский пушно-меховой нет зоотехникам зоотехникам да это на сходни находится на сходни да 60 1968 года он был переименован московский пушно-меховой техникум и в принципе в обиходе то есть нашем химкинском районе а сейчас город переименован микрорайон сходня города химки вот он в обиходе все его знают как московский пушно-меховой технику те специальности в том числе и специальности охотоведа она значит у нас вот сорок третьего года так культивируется эта специальность да и мы скажем что вот правильно вы понимаете этот вопрос что проблемы есть она существует но и приходится большие усилия значит применять чтобы сохранить эту специальность но не будет специалистов не будет российского да без образования да без образования конечно ваша должность или да моя должность заместитель директора филиала по учебно-методической научной работе но этого самое непосредственное да то есть вот я как раз занимаюсь проблемами лицензирования аккредитации организации учебного процесса научных исследований исследований в том числе и в охотоведении потому что у нас кроме того еще есть специальность это товароведческая специальность в области заготовительной заготовительной торгово-закупочной деятельности в том числе да да товароведы эксперты это очень востребованная специальность и в том числе заготовительная деятельность значит мясо диких животных птиц ягод и так далее то есть ты заканчивал извини олег на ты заканчивал уже этот техникум да в каком году кушневых аварий в 1980 году я закончил этот техникум в те старые добрые времена да в те старые добрые времена и могу сказать что сейчас вот пытаемся сохранить ту старую школу ты преподаешь да 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 я доцент кафедры естественно научной дисциплины в техникуме вот потому что по идее сложилось у нас три школы охотоведения в кирове иркутске балашихи ну и техникум и техникум уже как одна из старейших школ свои традиции все свое слава из я поступать так хотел мне просто сказали что ты не можешь заниматься научной деятельностью дальнейшем но это восьмидесятых годах а в принципе образование хатаической точно такой же если даже не лучше техникум давал чем в институте ну я скажу то есть база да база была очень сильная когда пришел учиться в институт после техникум в общем когда пошла специальность то я уже все знал ладно все это отлично что ты его закончила какие проблемы давайте все-таки сразу коснемся конкретики вообще усту у студентов вообще есть нехватка в кадрах то есть вот например не идут молодые молодежь не идет нахотоведов или наоборот их слишком много конкурс какой-то существует вот интерес есть да интерес огромный интерес огромный значит но проблема какая проблема то что на настоящий момент мы работаем по стандартам второго поколения на выходе стандарты третьего поколения вот у нас же такой стандарта да это образовательные госстандарты то есть это то чего как говорится когда строится учебные программы учебные процессы это все первооснова того стандарты на настоящий момент у нас как бы стандарта второго поколения предусматривается очная и заочная форма обучения. А вот в стандартах третьего поколения она не предусматривается заочной формы. Мы, значит, проводим образовательную деятельность по специальности «Хотовед». Мы проводим по заочной форме обучения. То есть люди, которые работают на местах, чувствуют недостаток знаний, они приходят к нам, получают. И вот мы не до конца представили Вячеслав Георгиевич, он же у нас заслуженный работник «Хотоведческих хозяйств». Он так сам скромно сказал, я преподаватель, пожалуйста, представляйте. Я думаю, что он просто по скромности, но я вам хочу сказать, что студенты его обожают, любят и готовы на руках носить, потому что один, это профессионал. Это профессионал, и таких профессионалов единицы, наверное, все-таки остались. Сейчас все меньше, меньше. То есть мастодонты такие. И они, значит, как бы носят ее на руках, потому что он в этой специальности, он ас. Ну, давайте, ну, я понимаю, мы его не будем так отперехваливать. Да, перекваливать. Крылья, небось, выросли, но ты не боялась. Ничего, ничего. Да, зачисал. Мне понятно. Значит, студенты очень хотят учиться. Конечно. То есть нет нехватки набора вот детишек, которые поступают. Какие, что, значит, сдают детишки? Вот давайте сразу с этого начнем. Кто-то смотрит и захочет поступить? Какие предметы? Какой конкурс? Вообще реально это? Платный, неплатный? В двух словах слов. Может, и тогда проехать? Ну, это же их Николаевич проект. Давайте, какие сдают. Я захотел поступить в технику. Сдают русский язык, математику, но так как на заочную форму обучения у нас... Так, очно и есть обучение. Не только заочную. Нет, только заочную. Только заочную. Только заочную. А почему очную нет? Ну... Раньше же было. Да, было. До 93-го года было очное. Ну, в 93-м, по небоятным причинам, бывшая дирекция закрыла очное образование. А сейчас дирекцию может открыть? И это в рамках дирекции? Сейчас, Валер Петрович, перебью. Сейчас проблема одна с открытием мощного образования. Сейчас вот контингент студентов идет. В основном, как и молодые, возраст начинается от 18 лет и заканчивается с 60-ю годами. Вот у меня были на нескольких курсах два, три или пять студентов. Ну, 60 лет. Идут в основном те, кто работает в охотничьем хозяйстве. Специалисты уже. Егеря, председатель, ахтоведы. Юрьевич, извини, а что ты думаешь, молодежь не хочет прийти в очное участие? Приходят тоже. Обращаются. Обращаются, приходят. Те, кто не работает, тоже есть. Это не выгодно администрации техникума вводить очное образование? Или это что? Это финансово не выгодно? Или почему? Может, платное сделать какое-то образование? Нет. Дело в том, что сейчас, как бы мы ни хотели, то есть это реально и наше время, переводится в основном все на платную форму обучения. И в государственных вузах все больше и больше процентов на платной основе. Но это реально. Нравится нам это, не нравится. Нет, это все образование перейдет со временем на платное. Да, никуда мы от этого не денемся. И у нас платное. Но он сам по себе значит, вуз, он наш предусматривает, что на самоокупаемость, то есть это у нас платное, но цены они не... Заочники платят что-то. Ну, давайте, я вас перебил, простите. Значит, русские математику сдают. Да, русские математику. И все, да? И введение специальности, собеседование. То есть, в принципе... Ну, в принципе, поступить реально. Да, поступить реально. Конкурс есть какой-то? Есть кто не поступает? Ну, это надо на двойки, наверное, сдать, да? Или что? Ну, совсем-то, конечно, которые... То есть поступают? Поступают. А сколько мест вообще для обучения? Да, нет, но группу мы до 30 человек набираем. Вот именно по этой специальности. Да, одну группу, да. И все. Да. Платят что-то заочники? Да. Вот какую сумму? Значит, я сейчас посмотрю точно, чтобы не ошибиться. 40 тысяч. Да, 29 тысяч. Да, 29 тысяч. Покупал, то есть, это семестр год. Год, да, год. И образование 3 года. 2. 2 года. Да, 2 года. И получая диплом охотоведа с средне-техническим, да? Средне-специально. Средне-специально. Все, понятно, мы объяснили, что, как, какая подготовка. Дальше, значит, сочно решили. То есть, очно это, в принципе, не надо. Вот в чем теперь проблема именно в образовании? Что не хватает? Значит, в стандартах третьего поколения не предусматривается заочная форма обучения. Ну, я сам второе высшее образование получал заочное, уже работаю по специальности. И я вам скажу, что когда работаешь по специальности и приходишь в учебное заведение, ты знаешь, какие знания нужны. И вот как раз это, на мой взгляд, это очень хорошая форма обучения заочная. Вот. Ну, будем изыскивать какие-то возможности. Мы стараемся отстоять все-таки заочную форму, но как вариант дистанционное образование. Но не везде есть возможность техническое осуществлять это, то есть через компьютер. Не, Олег, смотри, у вас идет заочная подготовка, а ты говоришь, третья форма обучения. Третий стандарт. Третий стандарт. Да, третий стандарт, он как бы не предусматривает заочную. А вы, вот проблема в том, что третий стандарт, а вы ведете заочное обучение? То есть, надо что, менять стандарты или что? Или как вот? То есть, оставить... У вас что, могут закрыть сейчас подготовку охотоведов? Нет, но мы найдем выход, конечно, мы можем через дистанционную... А стандарт это кто принял? Минобразование? Ну, естественно. Дали вопросе Министерства образования, что для технику, вот прямо сейчас скажем, так сказать, с нашего телеканала, с нашей передачи, что, господа, нам очень нужны специалисты-охотоведы охотничьему хозяйству. Очень нужно. И, ну, если кто-то смотрит нашу передачу из людей, которые могут на это повлиять, чтобы действительно они приняли решение, потому что, ну, мы не можем без специалистов, это у нас очень мало осталось. Вот, Георгиевич, ты же знаешь, да, то есть, практически их нету. Мы свое предложение, конечно, высказываем. И что? Руководитель у нас Багин Виктор Васильевич, значит, кандидат технических наук, профессор. Ну, пока не продавили, но будем продавлять, безусловно. Ну, был ответ какой-то отрицательный или что, или просто нет? В стадии решения. В стадии решения. В стадии решения. И давно это стадия решения? Уже, да, вяло текущей. Но вопрос определения формы обучения, это зависит от Министерства образования. То есть, мы разработали, какие требования к специалисту, то есть, учебные планы, программы, ну, то есть, всю начиночку, это наша работа, то есть, нам было поручено. А вот формы обучения, это принимает Министерство. И они... Попытаемся, да, выйти на Министра. Так это во всех техникум такое творится, вот что заочно... А стандарт, госстандарт, он для всех. Он для всех, для всей страны. Для всей страны, да. Да, ну, постараемся выйти на Форсенко, на Министра. А, да не надо выходить, я не знаю, должно же быть здравомыслие, я понимаю, что... Здравомыслие, это очень хорошее слово, да. Охотничье хозяйство требует, просит, умоляет, нужны специалисты. Конечно. Техникум, пушно-меховой, это для одной школы охотоведения. И вот вы пришли люди, которые непосредственно принимают в этом участие, в подготовке, говорите такие вещи, и вопрос в стадии пьяного решения. А потом, Валерий Петрович, я немножко вас перебью, но охотоведение, да, мы там можем и говорить о деньгах, мы можем и говорить о том, там, и отдых, и все остальное, да. Но ведь охотоведы, они же занимаются еще и воспроизводством, что немаловажно, да. Потому что, да, отстреляют всю дичь, а что дальше? Конечно. А для этого надо все-таки знать, да, надо знать, как это воспроизводство, это же наука. Нет, опять цифры, опять цифры, мы любим в России цифры. Да. Да, Америка добывает 8 миллионов диких копытных ежегодно. У нас порядка с браконьерами, с подранками, ну, максимум мы дотягиваем до 300 тысяч, максимум. У нас примерно 150 тысяч, мы выдаем разрешение на всех копытных, плюс подранки, плюс еще что-то, около 300 тысяч. И 8 миллионов. Да. Есть разница? У них работают специалисты охотоведы в этом направлении. У нас вот то, что творится с нашей подготовкой. И потом уже вот и вопрос, да, прогнозируется там, нехватка продовольствия, а это же источник. А вот то, что вы говорили, подготовка идет специалистов по за год вот этим всем вещам, это тоже будет закрыто, да, товароведение? Нет, нет, это не закрыто. Им разрешено заочно или они очно учатся? И очно, и заочно, да, очно и заочно. Форма обучения, да? Да, ну, тоже востребованная народ идет, востребованная специальность, потому что это все связано с продовольственной безопасностью. То есть, у нас вот товароведэксперт, они предусматривают, то есть, проведение экспертизы, это все связано с продовольствием и безопасностью, потому что вопрос-то государственной важности. Мы говорим про существующую нехватку продовольствия. Мясо диких животных птиц не сравнится с домашними. По своей ценности. Не говоря уже о том, что это пушнина, это шкура и все остальное. Вопрос, я считаю, должен рассматриваться именно в аспекте государственном. Не просто так, что собрались любители отдохнуть, хотя это прекрасный отдых. И когда на охоту уезжаешь, там люди, это стиль жизни в людей. То есть они готовятся. Да, это и в генотипе заложено русском. Да, конечно. В общем, такое отношение непонятно. А вот что с другими, вообще с высшей школой? В двух словах. Вы обладаете информацией, что такое Киров? Что такое? Тоже проблема возникла. Почему? Тоже запретили заочную форму обучения по специализации биологии. А как по высшему образованию специально шла как биолога, охотоведа. Да, но у нас в дипломе... Хотя по логике вещей только 30% занимает биология, вот вы учите. Остальное занимает 70% это экономика, хозяйство, это лесное хозяйство и другие, совершенно другие предметы. Но это проблема, почему нужно сохранять заочное образование? Потому что, судя у нас, студенты учатся от Прибалтики до Амурской области. Люди, короче, даже у кого Иркутск под боком, они приезжали сюда учиться. В Москву? Да, в Москву. Даже с Эстонией вот у нас один студент был. Прочее. Поэтому и заочное образование для них приемлемо. Вот для тех людей, которые... А в высших учебных заведениях заочной... В высших еще... Там есть. Есть, да? Есть оно. То есть там нормально все? Ну, я бы не сказал, я там не буду даваться... Юльич, а вот все пытаются специальность биолога-охотоведа внести, значит, в какой-то реестр, там чего-то, он постоянно не вносится. Куда-то вот... Ну, я, конечно, в этом разбираюсь, я не преподаю. В какую профессию о биологах-охотоведах все не признают ее как профессию биолога-охотоведа? Постоянно это на совещаниях на всяких поднимается. Это перечень специальностей. Да, вот перечень специальностей. Да, перечень специальностей, Валерий Петрович, вы понимаете, готового, вот перечень нового пока еще на руках нет. То есть он в стадии решения. У меня вот старое есть, я не посмотрел там. Ну, во всяком случае, я не думаю, что эта специальность останется, будет бакалаврят. А что такое бакалаврят в нашей стране, никто не знает. То есть это и не высшее, и не среднее. Ну, почему вот... Это не мое мнение. Это и Садовничий, это ректор Московского университета, то есть нашего главного университета против фотосхемы. Но почему-то специалистов никак не прислушивается к здравому смыслу. Хотя востребованность есть, да, все правильно. Самая старинная профессия на земле это охота, да. Человек сначала пошел, грохнул животное, покушал, потом начал смотреть там на женщину, там о сексе задумался, еще о чем. Вот. Всегда были специалисты охотничьего хозяйства, всегда была отрасль охотничьего хозяйства. Пушнина, мягкое золото страны. Во время войны не призывали людей на фронт, они добывали пушнину. Там все. Теперь мы отошли того, все есть, востребованность есть, специалисты нужны, охотничьего хозяйства еще существует, правда там какое-то там, но есть, да, и никто не может ничего понять. Ну что же такое-то? Вот кто должен принять решение, чтобы сейчас вот это все заработала машина? Не надо первых лиц государства. Кто тормозит? Какие-то конкретные чиновники в Министерстве образования, которым просто до лампочки охотничьего хозяйства, охотоведа и все. Вот по вашему мнению. Может студентам взять вашего техникума и подписаться. Сейчас есть блог президента, есть интернет, послать. В принципе, как вариант можно. Ну а почему нет? Да. Студент – это сила. Студент – это сила. Чему все боимся? Что мы все что-то как-то ждем от кого-то? Манны небесные. У вас сколько сейчас? Пять курсов, да? Ну сколько там? И одна группа, а она на следующий год еще. То есть две группы, да, ползают? Ну да. Все равно-то 100 человек в техникуме. Ну да. Глядя на вас там институт. Ну я просто как вариант, как предложение в порядке обсуждения. Ну потому что ну не можешь так продолжаться до бесконечности. И так проблем. Я говорю, вот студенты на практику не могут поехать. Студенты не могут найти работу по окончанию института. Студенты, ну... И мы тут же все, все средства массовой информации пестрят, что в охотничьем хозяйстве работают не специалисты. Да. Вот. А рядом есть специалисты, которые как бы и не могут никак работать в охотничьем хозяйстве. Вообще какой-то парадокс непонятный. Ну, наверное, на мой взгляд, надо... Какая-то должна быть генеральная линия. Вот я не знаю, Вячеслав Георгиевич у нас участвовал в подготовке закона, да? Ну, он там сейчас... Это я участвовал. А он сейчас принимает участие в написании подзаконных актов. А подзаконных актов. Подзаконных актов. Я, кстати, тоже по телевидению значит, видел выступление. В законе никто не будет прописывать, нужны охотоведы или не нужны. Это уже прописано в законе о животном мире, что требуются специалисты соответствующего профиля. Правильно. В животном мире Почему такие крупные организации, как Росохота, Рыболов, Союз, общественная структура, не может подключиться к этому вопросу? Ладно, Минсельхозу ничего не надо, это уже понятно, потому что я, например, просил на телепередачу прийти представителя вот этого лесоохотничьего департамента. Пресс-служба сказала, что не рекомендуем приходить к Кузенкову на телепередачу, на главную охоту. Ну, значит, я не знаю, шпионская контора какая-то, что ли, понимаешь? Росохота, Рыболов, им что, не нужны специалисты? Нет, специалисты нужны, почему? Я могу сказать, даже у нас вот большая часть студентов это система общественных организаций, где-то процентов 70. Это вот работники общественных хозяйств. Это вот посылают отдельные регионы, например, вот как Свердловская область, Вологодская область, они целенаправленно посылают своих специалистов. Проплачивают, да, ну, по-разному, по-разному, кто половину оплачивает, кто полностью по безнаметному. Валенные охотники сейчас тоже самое вот посылают уже как бы по направлению от организации у нас учатся. Нет, я знаю, что военное общество, у них там 5 хозяйств, центральных органов Минобороны, у них сейчас 6 человек было на практике специалистов Кировского, ну, молодые ребята, может, кто-то останется, понимаешь. Ну, совет Росохот Робалов Союза, неужели там Эдуард Викторович Бендерский не может поднять этот вопрос на совете? Да нет, это... И от имени совета еще письмо вдогонку послать в Минобразование. Ну, это есть жизнь, потому что всем понятно, самолет летим в Сочи, да? Вы хоть стюардесса милая, красивая говорит, господа, наш самолет взлетает за штурвалом, не летчик, а ветеринар там Сидоров, ну, или там, да, землекоп Иванов, куда мы прилетим? Нет, но это же, я не понимаю, вот в стадии рассмотреть, да пора уже нам решать такие вопросы. Что студенты говорят на это? Вы же разговариваете, да? Да нет, я же сказал, что студенты учатся с интересом, не просто так приходят, сейчас вот именно по этой форме решения. Деньги небольшие, там, 29 тысяч, в принципе, немного. А, в принципе, общежитие, все это, база-то есть, да, вся? Есть база, есть база, расскажите в двух словах. А потом, да, а потом, вы знаете, скажем так, что, любое учебное заведение, в том числе и наше, оно предусматривает, школа, оно предусматривает, ну, начнем всегда, и, на мой взгляд, убеждение у меня по жизни, все решают люди, то есть, все зависит от людей. Преподавательский состав, преподавательский состав наш, в том числе и по этой специальности, которые, но люди очень серьезные, заслуженные и грамотные. Это вот Вячеслав Георгиевич, покорность уже, да, потом, значит, доктор биологических наук, профессор Шумилина, Наталья Николаевна, да, значит, у нас доктор технических, кандидат технических наук, профессор Хозяев, он и диссертацию защищал, как раз по боровой дичи, то есть, владеет материалом исключительно. По другим предметам у нас доктор наук, профессор Гаджиев, Парвис Имрамович, доктор технических наук, то есть, специалисты у нас психологию преподают, ну, похвалимся, потому что не каждый филиал обладает таким преподавателем, то есть, артистом в своем деле, это почетный профессор Кембджиев, заслуженный деятель науки России, Морещук, Владимир Лаврентьевич, он доктор психологии, доктор философии, но это просто артист своего дела, как вот... Не, ну, получается, я вот... То есть, я хочу сказать, что вот в отношении профессор-преподавательского состава, то есть, очень сильный, база есть, база и база есть, техникум есть, специалисты есть, желание у народа поступить, учиться есть, закрывают, не дают учиться. Это что, это вредительство, вот как это по-другому назвать? Или это просто скудаумие достигло такого предела? Да, наверное, все-таки недальновидность, потому что всегда нужно просчитывать на несколько шагов вперед. Мы с вами вот, как говорится, себя считаем достаточно умными людьми, то есть, мы предусматриваем наперед, предвидим, да, вот, что-то будет с продовольствием, там, надо дичь воспроизводства организовать, правильно, да? Чтобы... Конечно. Да, это раз. Потом, значит, пушнина, там, все это понятно. Чтобы это все организовать, должны быть специалисты. То есть, мы с вами вот видим проблему и просчитываем, но я думаю, что люди, которые принимают решение, то есть, ответственность за принятие решения, они, наверное, должны прислушаться все-таки к специалистам. Я думаю, да, ну... Мы руки не опускаем. Нет, надо бороться, бороться в этом плане. Боремся, да. А высшие не думают ничего, не слышали вы, вот, что будет с Кировской школой, с Балаших? Общих усилий, скажем так, может быть, да, может быть, есть смысл. вот, да, вот смысл. Ну, кстати, Валерий Петрович, я хочу сказать, что мы бакалавриат сейчас менеджмента, то есть, руководитель охотничества хозяйств, бакалавриат менеджмента, вот, именно в специальности охотоведения. То есть, у нас подготовлены документы для открытия этого бакалавриата. Ну, это что, это выход из положения, что ли? Ну, это, как бы, на сегодняшний момент, практически. На сегодняшний один, ну, для нашего учебного заведения, то есть, мы будем и готовить по программе техникума, то есть, по среднему профессиональному образованию, а затем по сокращенной форме готовить высшие вот этот бакалавриат. А если ничего не изменится, когда прекратится вся эта полностью, вот, ну, ну, техникум заученную? Про это сказать сложно, когда. Тут никто не может сказать. ничего, да, пока это все будет, вы будете держаться, будете пытаться. Ну, пока есть такие люди, наверное, как мы, да? Пока конкретную дату назвать невозможно. А не был диалог вообще с высшей школой образования? Может съездить туда вам представителям технику, Олег Николаевич, Вячеслав Георгиевич, вам подъехать, поговорить, например, в Балашке хотя бы с ребятами. Может совместно что-то? Да, вот совместные проекты и совместные какую-то работу организовать. Вот, правильно мысли вы подсказали, потому что в процессе диалога, не в процессе диалога. Лежащий камень, вода не течет. Безусловно. У нас, у охотников, да, есть телевидение, пожалуйста, у нас изумительный телеканал и программа «Главная охота». Есть журналы, пожалуйста, охота, охотничий двор, охота-рыбалка 21 век, газетка есть своя. Дайте бороться, есть, мы все грамотные люди, интернет и прочее. К сожалению, время передачи-то ограничено, мы не можем туда бесконечности говорить об этом. Спасибо, что вы пришли, я хочу вас поблагодарить. Спасибо, что вы есть, спасибо, что вы болеете душой за наше охотовическое образование. Вам спасибо за то, что пригласили, потому что дело-то общее, правильно? Общее, и для страны оно общее. Спасибо. А на этом я хочу закончить нашу передачу. Увидимся через неделю.